Всем привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру И сегодня я хотела бы рассказать вам о колено-локтевой позе для беременных. Данная поза помогает разгрузить органы малого таза, для того, чтобы, допустим, вас не мучили, возможно, запор, да, чтобы улучшить кровообращение малого таза, мучили спускание и так далее. Даже если беременность протекает физиологически хорошо, все равно данную позу ее рекомендуют делать, да, после, допустим, 20 недель беременности, ну, даже, скажем так, при нормальной протекающей беременности. Итак, колено-локтевая поза, вы можете принимать ее так, чтобы вам было удобно, это самое главное. Ну, самый простой вариант, да, это, как вы знаете, это вот. Когда вы находитесь в такой позиции, живот все равно, он, как бы, смотрит вниз, и органы малого таза, они у нас начинают, беременная матка перестает на них давить, и это снижает давление, да, после малого таза. Но эта позиция, в принципе, она считается не очень правильной, рекомендует при, значит, это колено-локтевая позиция, да, при колено-локтевой позиции рекомендует, чтобы голова ваша, она была ниже, ниже таза. Вы можете попробовать делать, стать вот так, да, именно, уберевшись на локте. В такой позиции стоять, конечно, допустим, мне тоже неудобно, потому что голова находится в напряжении, как-то все так разболтано. Еще лучшим вариантом будет, это, например, голову положить. Вы можете положить голову. Но в данной позиции тоже можете чувствовать небольшой дискомфорт, поэтому я рекомендую взять вам подушку и положить под голову подушку. Да, так вам будет и проще, и удобнее, и можно будет, допустим, легко простоять в такой позиции полчаса. Некоторым с подушкой бывает не совсем комфортно, и им легче вытянуть руки и вообще упореться у него. Ну, это что-то такое, наверное, из йоги. Если вам удобнее больше в этой позе, то вы можете оставаться в ней. Вот. Можете также упереться локтями и упереться в дом. Если у вас есть специальный гимнастический шар, то вы можете использовать его. Облокотитесь на него вот так руками. Но вам нужно будет сделать то же, чтобы ваша голова находилась чуть ниже, чем таз. Некоторые делают прогиб очень сильным. Может быть, это позволяет им почувствовать больше комфорта. То есть они вообще садят, практически ложатся, да? Вот так. Упираются лицом. Но моё мнение, что всё-таки здесь должен быть угол. Должен быть угол. И чтобы именно живот находился не на коленях, не на полу, а как бы он находился в воздухе, да? Прогибал. Ну вот это основные возможности выполнять колено-локтевую позицию для беременных. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И мне это очень важно. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok